Друзья, всем привет! Отличные новости с утра! Русский военный корабль, еще один, пошел в известном направлении. Чтобы не было так одиноко крейсеру Москва, а ему в принципе уже совсем не одиноко. Но теперь к нему спустился в гости и Сергей Котов. Сергей Котов может, знаете, сейчас петь песню. А я иду, шагаю по Москве. Ну, потому что на дне морском им там вместе уютнее. Сегодня новая спецоперация ГУР вместе с ВСУ и Патрульный корабль Сергей Котов стоимостью более 60 миллионов долларов отправился на дно. Сейчас об этом подробно. Не забудьте подписаться на канал, с вас лайк, шер, комментарий, подписка. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Информационная война, друзья, тоже продолжается. И каждый ваш лайк, комментарий, подписка, просмотр это наш шаг в правильном направлении. Итак, друзья, этой ночью, в ночь на 5 марта уничтожен российский патрульный корабль Сергей Котов. Что это за корабль? Ну, это новейший российский корабль класса Корветт, патрульный корабль, который спустили на воду только в 2021 году. Это у них новая серия таких кораблей. Всего их 4 этих корабля, пока только выпущено, но уже 3. Еще один Павел Державин был поврежден ранее, атакой украинских морских беспилотников. Ну, а Сергей Котов уничтожен полностью. Ну, чтобы вы понимали, покажу вам сюжет о том, как Сергея Котова спускали на воду, как туда и Аксенов, негодяи приходили, как они рассказывали, какое это феноменальное достижение. 21-й год, Керчь. Ну, потому что не нужно в оккупированной Керчи ничего такого делать. В Керчи судостроительный завод «Залив» торжественно спустил на воду патрульный корабль проекта 22-160 Сергей Котов, названный в честь контр-адмирала Героя Советского Союза. Чувство гордости за наш родной Крым, за город-герой Керчь, за нашу страну Россию. Каждый спуск на воду корабля вызывает такие огромные положительные эмоции. Радость только за то, что Керчь, город-герой Керчь, российский Крым, уже возрождается как центр отечественного судостроения. Патрульные корабли проекта 22-160 обладают водоизмещением до 1700 тонн. Находиться в дальней морской зоне могут до 60 суток, а также на них предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Защищать территориальные воды, противостоять пиратской деятельности, оказывать помощь пострадавшим судам – вот ключевые задачи. Задач у этого корабля для обороноспособности очень много. Мы надеемся, что эта серия будет продолжена. В общем, как вы видите, действительно серьезный корабль. Вот описание его водоизмещения, экипаж. Действительно, он еще и вертолетоносец, то есть может нести тяжелый вертолет. Также он достаточно серьезно был вооружен. Это позволило ему пережить несколько атак украинских беспилотников. За ним охотились. Вот посмотрите пост российского военкора, пропагандиста, который рассказывает, как несколько раз Сергею Котову и его экипажу удавалось отбиваться. Но теперь уже не удалось. Ну, друзья, есть видео, в общем, как это происходило. Посмотрите, это было ярко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот он рассказывает об этой операции. Так, чергова, вдала операція, очень хорошие новини. Главное управление разведки и взаимодействие с ВССУ провели близкую операцию и Сергей Котов цего разу уже точно знищенный. Чему цего разу? Потому что полювали на него не вперше. И уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ворога были на них планы. Окрім, власне, патрульного катера або корабель типу корвет, також были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на СМС судно. И уже такие спроби были. Ну, власне, чем меньше таких суден, тем, відповедно, меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено. Но это означает больше возможностей для Украинских сил безпеки и обороны. Також Сергей Котов прикметен тим, что он брал участь в нападе разом с крейсером Москва на острове Змейный. Ну, и, власне, теперь долучился до того же таки крейсера Москва. Стосовно экипажу ситуация сясовуется. Есть загиблые и пораненые. Проте, я уверен, что часть экипажа смогла эвакуироваться. Динаме известно про понад 10 карет шатко-допомоги, которые на ближайшие участки Суходолу были вызваны врагом. Тобто, эвакуационная операция все же таки проводилась. Ну, действительно, блестящая операция и действительно очень серьезный успех. Еще один корабль Черноморского флота России ушел на дно. Но Черноморский флот России тает на глазах. Как пишут другие их пропагандисты, скоро там останутся только резиновые бананы, чтобы покатать туристов. Ну, да, и банан вам всем. Резиновый. В общем, это реально отличные новости. Это действительно серьезный успех. Более того, друзья, тут еще что очень важно, что такие корабли, как Котов, прикрывали основные корабли Черноморского флота от атак беспилотниками. Потому что они, собственно говоря, и следили за акваторией. Плюс, как рассказал Юсов, хотели там установить и зенитно-ракетные комплексы, для того, чтобы от воздушных беспилотников защищать. То есть потеря такого корабля, мало того, что она снижает вообще боеспособность Черноморского флота, его огневую мощь, она еще и делает более уязвимым другие корабли Черноморского флота. Потому что во флоте должно быть все сбалансировано. И вот этот баланс нарушается уничтожением этого корабля. В общем, что сказать? Отличная новость. Ну, еще раз, конечно, это совершенно новая морская война. Украина, не имея флота вообще, де-факто, уже уничтожила очередной, уже третий десяток идет уничтоженных кораблей Черноморского флота. Этот корабль более 60 миллионов долларов. Вдумайтесь в цифру. А стоимость этих беспилотников, там, ну, 5-6 тысяч долларов. Их сколько в этот раз там применили? Ну, может быть, 5. Да, посмотрите, да, цена, качество и эффективность такой атаки. Это, конечно, реально новая морская война и новое слово в военном деле. Ну, и у Соловиного помета, он хоть молчит пока про корабль. Ну, мы знаем эту их традицию молчать до последнего. Но ему тревожно. Думаю, что все-таки новость про уничтоженный корабль он читает. Послушайте, как он ноет, что ему тревожно. Как-то тревожно все. Все тревожно. Знаешь, как часто бывает, после определенных успехов все начинают вдруг кричать, что все, час, вот тут. А все еще только начинается. Ну, и теперь посмотрите, как он ноет еще про Тауруса. Что Тауруса, мол, по Кремлю же могут ударить. Ай-яй-яй-яй-яй. Послушайте. Таурус, поставленный Украине, это не только и не столько удар по Крымскому мосту. Это удар по Кремлю. Удары по Дому правительства Российской Федерации. Таурус добьет, как я понимаю. У вас что, есть какие-то сомнения, что х** не будут бить по Кремлю? Напомню, что уже атака была. В общем, ну, понятно, что Россия сейчас проводит спецоперацию ее разведки и информационную атаку на Германию по Таурусам. Для этого используется вот этот слив, перехваченного российскими спецслужбами разговора немецких офицеров. Они как могут пытаются не допустить передачи Таурусов Украине. И это говорит о важности, друзья, еще раз информационной войны. Поэтому не забудьте подписаться на канал, не забудьте поделиться этим видео. Еще раз, лайк, шер, комментарий, подписка, все это имеет значение. Последнее время из-за атаков российских ботов у меня существенно упали просмотры. И нужно это исправить, и это очень легко сделать с вашей помощью. Просто поделитесь этим видео, киньте друзьям, оставьте комментарий. Это все очень важно. Вот история с Таурусами показывает, что здесь война за Тауруса идет на уровне именно информационном. В первую очередь. Поэтому нам это очень важно делать. Ну и всех еще раз поздравляю с очередным успехом Украины на Черном море. Это действительно важно. На фоне того, какая сложная сегодня ситуация на Суходоле, на Сухопутном театре военных действий. То вот на море ситуация, ну действительно очередной блестящий успех украинских сил обороны. Держим строй. Черный море еще смехнется. Продолжение следует.